При обжарке свеклы при тушении добавляется немножечко полустой ложки уксуса. И поэтому у борща получается более насыщенный яркий цвет такой свекольный и вкус кислинка. В зажарку делаем с сала, добавляем. Шкварки с сальными туда мы зажариваем с луком и в конце добавляем. Сало свое заготавливаем. В деревне у нас есть свое хозяйство, родители выращивают скотину и вот оттуда у нас сало свое деревенское, домашнее. Сами его солим. Все. Оно лучше, вкуснее? Ну свое сало, конечно, вкуснее. Главное побольше приправ. Я покупаю в магазине специи. Не люблю вот эти магазины всякие дешевские. Люблю качественные. Вот приправа чеснока, к примеру, в магазине за 10 рублей и вот в магазине специй. Они отличаются тем, что та из магазина специй, она натуральная и более концентрированная. Такой суп, мало кто о нем слышал. Гречневый. Ничего секретного. Важно хорошо промыть гречку, иначе суп будет очень черный и некрасивый. А так очень вкусный суп с фрикадельками. Можно в фрикадельке, когда готовить, можно добавить туда приправы для жарки мяса. Вот. Или для подготовки на гриле, и тогда они будут такие душистые, ароматные. Я добавляю консервированную заправку, которую изготавливает моя мама. Поэтому мне остается только добавить воды и картофель. Что консервирует? Там у нас в составе капуста, свекла, морковь, лук. Это можно хранить долго. Мне некогда готовить, у меня маленький ребенок. И это очень удобно, это быстро. Борщ мы не варим, потому что сложно, и времени на это нет. А гороховый варим. Ну, там какой-то не уникальный рецепт, просто горох, берем мясо и разные копчености. А горох часто используем тот, который нам бабушку присылает с огорода. Он выращен своими руками на своей грядке, то есть он не сушеный. Он более вкусный. Плюс еще мы туда добавляем большое количество лука. Что это дает? Ну, насыщенный вкус, плюс когда лук обжариваешь, цвет получается красивый. Мой самый большой секрет – это теща. Вера Васильевна, спасибо вам. Она мне заготавливает поджарку, вот это все замешанное. Я просто бросаю в горячую воду с мясом, и получается шикарный борщ. Ну, мне кажется, томатная паста делая-делая. Ну, цвет так, вкус. И мясо на косточке, мясо на косточке. Мозговая косточка, где вот прямо так. Тоже очень вкусно. Мозговая косточка. Мясо на косточке. То есть суп уже сел, ты сидишь, и что, кое-что мясо ты кусаешь, и мяса много. Вот это будет отлично. Мясо, ингредиенты я беру на рынке, потому что там самое лучшее качество продуктов. Сетевой рознице в плане свежести и качества продуктов я не очень доверяю. Борщ сваренный из свежих и качественных продуктов. Более насыщенный чувствуется каждый ингредиент. Секрет любовь и желание готовить, пробовать, пытаться. И, мне кажется, самый главный секрет вкусного блюда. Должно быть желание. Когда ты готовишь, то есть хочется, чтобы близкие твои попробовали, порадовались. И в каждую частичку продукта ты вкладываешь и любовь, и чувство, и желание накормить близких, родных и доставить им радость. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!